С вами Зинаида Лухьянова. Я приветствую вас в четвертом уроке нашего мини-курса. В этом уроке я покажу, как свою презентацию, которую вы сделали с помощью мастера создания презентаций, записать на DVD-диск. Итак, для этого существует специальный раздел «Паблиш» или «Вывод». С правой стороны мы видим список форматов публикации. Нажимаем на DVD, нажимаем по кнопочку «Create» — «Создать» и попадаем в окно создания DVD. Первое, что вам нужно здесь решить, будете ли вы делать меню перед запуском самой презентации. Если не хотите, нажмите без меню. Тогда сразу будет начинаться проигрываться презентация. Не будет стартового меню перед ней. Если решили, то можно для начала выбрать какой-либо фон. Темы для меню вы видите здесь. Можете выбрать любую тему. Посмотрите. Несколько здесь тем различных. И в каждой теме есть несколько фонов. Оставим ту тему, которая нас встретила с самого первого раза. Выберем ее. Далее можно изменить заголовок. Напишем вот так «Юбилей». Пусть останется название нашей презентации внизу «Lady in Red». Далее вы можете поставить «Использовать видео» значок или нет. «Видео» означает, что этот слайд будет проигрываться. Не стоять на месте, не будет он статичным. Если вы хотите, чтобы этот значок был статичным, то галочку здесь снимаете. Мы оставим «Видеозначок». Переходим на следующую закладку «Презентации». Здесь вы можете выбрать тот значок, который будет у вас проигрываться в меню. Выбираем значок, кликая по данной кнопке. Вы можете поставить в качестве значка любой слайд из вашей презентации. Но меня вполне устраивал первый слайд. Нажимаем «Ок». Переходим в параметры. Здесь самое главное – выбрать систему TVPAL. Поставьте «Насыщенность» обязательно где-то на 80%. Далее все остальные параметры по умолчанию. Мы не будем сейчас их подробно рассматривать. Итак, нажимаем на кнопочку «Создать». Выходит сообщение, что в приводе нет диска. Давайте вставим чистый диск в привод. И нажмем «Повтор». Итак, сначала будет создаваться меню. Далее создается само видео. Это займет некоторое время. Пока будет идти создание образа, вы можете заняться другими делами. Только что закончилось создание образа нашего DVD. Теперь этот образ будет записываться на сам диск. Итак, диск успешно записан. Только что он вышел из привода. Ой, какой тепленький. Давайте проверим запись. Вставим диск обратно в привод. Здесь нажмем «Ок». Интересно, какие файлы содержатся на нашем DVD-диске. Сейчас мы это все наглядно увидим. Откроем папку для просмотра файлов. Итак, как обычно, у нас две папки «Аудио» и «Видео» для просмотра на телевизоре. Потом идет маленький файлик «Авторан», который автоматически запустит презентацию на вашем компьютере. Далее идут все изображения, которые использовались в презентации. Почему они сюда попали? Скорее всего, там в настройках была поставлена галочка, чтобы все изображения, которые использовались, были включены или записаны на DVD-диск. И давайте спустимся вниз. Здесь находится еще один файл в формате .exe. Это специальный формат для просмотра презентации на компьютере. Давайте его запустим. Презентация загружается. И вот, пожалуйста, меню. Щелкая по меню, мы запускаем презентацию. Все прекрасно работает. Теперь попробуйте вы записать вашу созданную презентацию на DVD-диск. И обязательно проверьте ее на телевизоре. Я уверена, у вас все получится. И ваши гости, ваши зрители будут крайне довольны. До скорых встреч на следующем уроке.